40% жителей Омской области курят, то есть практически каждый второй, около миллиона человек. Такие цифры озвучили сотрудники Роспотребнадзора в минувшую среду, во Всемирный день отказа от табака. Не пугают курильщиков ни перспективы смертельных болезней, ни штрафы, предусмотренные за нарушение закона. Так, за курение в неположенных местах в прошлом году были наказаны 3108 человек. В этом уже 1532. К другим темам. В прошедший понедельник выпускники начали сдавать ЕГЭ. Прошли экзамены по географии, математике, информатике. Подготовленные, скорее всего, в ожидании результатов не волнуются. А вот тем, кто надеялся на удачу, понервничать пришлось. Сейчас школьники уже не пишут подсказки на руках и ногах и не распихивают по карманам шпаргалки-гармошки. Новые технологии, которыми пользуются двоечники, изучила Юлия Боброва. Бумажная гармошка в носке и шпаргалка в ручке – это уже прошлый век. Нынешние технологии у желающих списать все чаще – электронные. Одно из самых популярных современных средств, упрощающих сдачу экзаменов – микронаушники. Аренда устройства от 500 рублей в день, а купить его можно за 1500. Это бюджетный вариант, где без телефона не обойтись. Есть и модели подороже – до 15 тысяч рублей. Наушник через блютуз подключается к телефону, сверхчувствительный микрофон прячется под одеждой. Вот, в принципе, и все. Кстати, разрабатывали микронаушники в качестве слуховых аппаратов, а сейчас они популярны не только у студентов и школьников. Ими активно пользуются актеры, политики, сотрудники служб безопасности и детективных агентств. Кстати, дополнением к нанонаушнику может стать GPS-ручка со встроенным микрофоном. С ее помощью общаться с помощником намного проще. Производители обещают – ни члены экзаменационной комиссии, ни металлоискатель такие шпаргалки не обнаружат. Еще один интересный девайс – смарт-часы. Внешне ничем от обычных не отличаются, поэтому снять их перед тем, как зайти в аудиторию, вас вряд ли попросят. Недостатки умных часов – их дороговизна. Цена вопроса – несколько десятков тысяч рублей, и позволить их себе могут далеко не все. Правда, и здесь борцы за пятерки и зачеты пошли дальше и изобрели бюджетный вариант. Часы-шпаргалка – за две с половиной тысячи вы получите. Четыре гигабайта памяти, разъем для наушников, функцию просмотра текстовых файлов и изображений. Часы поддерживают аудио и видео форматы и оснащены тревожной кнопкой, которая позволяет быстро заблокировать экран. Те, кто дружат с фотошопом и не собираются учить перед походом на экзамен, идут на ЕГЭ с необычной бутылкой с водой. Все дело в этикетке. Вместо состава и другой полезной информации на ней не менее полезные формулы, даты по истории или сложные слова для сдачи иностранного или русского языков. Краткое содержание «войны и мира» здесь, конечно, не напечатаешь, поэтому этот способ скорее для тех, кто хочет лишь подстраховаться, а не полностью скатать ответ на билет. Все эти способы, обещают разработчики, продавцы и идейные вдохновители, гарантируют, если не отличную оценку, то железную четверку. Все зависит от умения списывать, которым, как известно, в совершенстве владеют далеко не все. Но даже если вас не поймают преподаватели, скрыть нарушение от бдительного ока камеры, снимающей в высоком разрешении, вряд ли удастся. Ну а везунчикам следует помнить, оценка в зачетке, которая была получена благодаря шпаргалке, это всего лишь оценка. А вот попасть, например, на операционный стол к хирургу, сдававшему экзамены с помощью микронаушника, наверняка не самый приятный опыт. Продолжение следует... Продолжение следует...